19 августа 2017 года, суббота. Что-то заходим в храм, я в притворе стоял, смотрю, староста там, смотрите или нет, объявлять, чтобы 7 минут молча постоять, помолиться. Я Игорю говорил, когда он заходил, Игорю барабаш. Я говорю, две проповеди златоустые готовы, нет, я пользуюсь, нет. Я тогда выделился на передний план, решил сказать, проповеди это можно будет послушать, потом будет. Вот, я говорил, когда проповедь, скажи, мне скажут, а вы у кого взяли, ни у кого я не брал. Я просто на молитве это выпрашиваю Бога. И вот об этом, что соединить, отойдет меня сатана, и с тем, что они поняли и говорили об исходе его, это ни у кого не священ, ни у златоуста, ни где. А оно связано. Почему? Бог так делает. Одно открыло за того, что другое нет, чтобы следующее поколение, я вот в этом увидел. И второе, его слушайте, ну тут уже широкая тема. Отец Небесный сказал. Поэтому я забочу, чтобы вылезть ее в храме. Одна же так молимся вечером. Бачка тут не видит, а я стою, я там вижу, кого нету. Татьяны нету. Никитина будет здесь, там где Витя живет. Я вышел, чтобы не мельтешиться под окном, я вышел и с той стороны храма обошел. Прихожу, она пироги или что-то стряпает. Татья, почему ты не на службе? Голова болит. Голова болит, печка топится. Голова болит, так ты бы лежал. Голова болит, это что за болезнь? Голова болит. При болезни головы ложиться вообще нельзя. Это наибольшее давление. Пересольно любите. Перед самым сном едите. Таня, надо в церковь идти. Говорю, что пришла. Переоделась и пришла. Сегодня стою и нету, кого нету. Я Никиту за рукав вывел, попросил выйти в притворье и говорю, тех и тех нету. Но дальше ты рассказывай, какой твой путь был? Я на велосипед сразу поехал, кому ближе к Янчукам заехал сразу. Стучал, достучался, в конце концов, в окна достучался, вышел Женя Янчук. Я говорю, у нас сегодня утром, мы с ними не знаете, сейчас служба идет. Я говорю, и Людмилы нет у нас, и певчего не хватает. Она ее нет, она в городе Барнауле. Кто? Людмила. Людмила, в городе Барнауле с девчонкой, да? А ты-то еще сидишь, скажи. Понятно, как. В конце концов, полностью атрофировались чувства ответственности перед Богом. Перед людьми. Ну и вот тут-то соблазны и подаем. А сын-то дома был? Не знаю, что надо. Ну и дальше... Ну я понял, что он там-то не пойдет точно уже. В Ленину такое. Поехал к Алексею Устинову. Приехал, смотрю, дверь под портом, палкой, машины нету. Ну я съездил еще сюда, посмотрел. Понятно, что уехали. Ну да. И тут уже никого нет, я сюда съездил. Ну и вернулся сразу в трамы, все. Понятно. То есть уехали они в Барнауле. Ну и все. Там-то лишь бы они в храме были. Она там может прийти и в хор попить. Вот. Мы должны проявить заботу об этих. Я как-то гляжу, Сера Пимы Гаврилова нету. Я к ней... А что служба есть? Я служба. Ох, как она обзахалась. И не стала говорить там, служба половина прошла. Нет, она мигом пришла. Вот образец. То есть она к этому привязана. Вчера я был у Игоря. Говорю, а утром будет? Он говорит, нет, не будет. Я пришел сюда, они говорят, будет. Ну будет, скорее переоделись и тоже пошли. Забота об ближнем заключается во всем. И особенно в молитве. Нет молитвы. А почему? Почему его в храме нет? И никто не интересуется. Нет и нет. Жени тогда не было. Я посылал людей, они походили. Первые заходят, маленькие, вторые заходят, третьи. Тревожить его где-то. Нет. Там глухо и мертво. Мертво. У нас тут был тоже недовольный такой, где Виктор живет. Как только посторонние иностранцы приезжают, какие-то там люди. Он перед ними бегает веселые. То есть он из них. Дружба с миром, без вражда против Бога. И ничего не докажешь. Патриарху поминать надо. Патриарха надо поминать. Почему? Помер патриарху из меня. Он мирской совершенно человек. Он не знает о рождении совершенно ничего. Но побуждать приходить. Выходит. Опять про меня говорили. Я говорю, а как ты узнал? Ну вот мы сейчас говорили. Вот это то другое. Там это. Машины перепродаете. И то другое. Я говорю, еще. Да вы машины-то еще знаете. Я говорю, я жил на квартире. Где человек. Ну он сын. Работает по ремонту машин. Как вы это знаете? Я не хотел бы даже знать, а как я живу там. Я вижу и понимаю. Сколько есть. А священник был тут один. Желтухин. Отец Александр. Он говорит. Во. Миша. А я думал про меня. Игнать и говорит. То есть слово Божие. Оно всеохватное. А если про тебя я достигла. Я вас называл. Нет. Значит она достигла цели. Достигла настолько, что ты принял ее к себе. Я большего желать не могу. Не прошло. Попадный гуслец. Проиграл. Пробринчал. И ничего нигде нету. Побыли вместе. Вот. Прошло богослужение. Что-то услышали. Ты новое услышал о преображении? То, что вы связали. Было одно это. Яко же Мажаху. У меня в книгах несколько проповедей о преображении. В оглавлении можно посмотреть на определенные слова. Что такое Яко же Мажаху. И как это в мировой практике. А сегодня я коснулся того, чего там у меня нету. Именно об исходе. Слово об исходе. И потом его слушайте. Два слова. Два слова для проповедей. Хорошо, что ты беглый. Они не смогут сказать, что вы никогда о нас не заботились. Мы заботились. Как могли. Мы нуждаемся, чтобы о нас заботились. Когда нас нет, чувствовали, что не хватает чего-то. В городе это труднее. Его нету. Сразу у нас собрание. Уже отзвонили и говорят. Они уехали к родителям. Девчонки дома заболели. Почему не пришли? То есть мы фактически за пультом сидим. Маленькая община. Все, но мы друг друга знаем. Почему человека нет. У нас были такие воскресенья. Я пошел. Женя пострешил. Он в шахматы играет. А почему на службе не было? Все отпали. Их никого не было. Все смутьяны, гуяны. Все до одного отпали. А другой приехал. Он лежит из милиции. Милиционер. Кажется, крещение он не принял. Заботился. И куда? Лежит. А она кульхерия звать ее. К сарабляцам пошел. Видимо туда свалился. А там тебя никто не ищет. Знаешь что? Один раз в году пришел. Так это много даже. И вот сегодня мы увидели. Живое и мертвое. Тут еще вопрос. Почему именно взял Петра, Якова и Иоанна? Почему жеребие пал на фавор, когда Библия не говорит? Тут вопросы есть. Которые отвечены. Мы все их знаем. Сегодня там святые будут продавать бумажные. Ну преображение. А главное-то преображение в нас. Преображаемся. Переходим из веры в веру, как Павел говорит. Мы все время должны духовно расти. Вчера не знал. Не было. А сегодня. Вчера ты не ревновал об этом деле. А сегодня кого нет, а ты переживаешь, что случилось, почему нет. Ну вот так. Спроси Христос. Ты выполнил, что есть. А это была дома. Печка топилась. Я говорю, ты забудься о них. Послушали в церкви. Я был в монастыне жил. В жардан Лиле. И там далеко они все. Некоторые со скотиной в это время там. Одно делали, другое. Другие. Печи раскаленные у них. Узкие печи. Это жизнь. Называется послушание. Они как на молитве. В укор не ставятся. Настоятель сказал. Престорожа. И они делаются. Кто-то ухаживает за больными. А отдельно не бросишь тяжкой. То есть, где много скотлений народу. Как вот перечисляются у Пахомия. Там у него погонщиков. Оволов. Ослов. Кузнецов. Портных. Эти все на молении. Но есть люди. Которые освобождались от моления. А работали на своей работе. Сегодня я сказал. Что у нас нельзя работать в воскресенье. В празднике двунадесятое. А в двунадесятое следовало не воскресенье. Только одному. На уборке хлеба. Игорь. Ну естественно. Те кто с ним. Кто работает. Сейчас скажут. Никита мне. Как их хватает. Пожалуйста. Пошел. И мы можем. А я сижу дома. Рядом через улицу. И я не могу. Не могу. Вот допустим. Попадает. Какой-то день. Вот у нас. Крестовозвиженский. Крестовозвиженский. В воздвижении креста. Разрешается растительное масло. Но не рыба. А у нас разрешается рыба. Рыба. Вот теперь мы здесь рыбу идем. А я пообедал здесь. И поехал в Барнаул. А здесь Барнаула сюда. А сюда приехал. А здесь нет. У нас Святого Анфима. Никомедийского. 16 сентября. И в этот день. У нас. На какой бы день ни попало. Разрешается рыба. Праздник престолен. А доехал до Барнаула. А там говорит. У нас не разрешается. А в общем. Как одна. То есть. Правила. Они как-то человека. В рамках держат. Не так что я задумывал. И не нам. Это и измысленно. И в этом. Не отрицание заложено. А утверждение. Я спросил об Иисусовой молитве. Александра Мения. Он говорит. Я это не знаю. То есть. Не молится. Но. В этом что-то есть. Что-то он не может сказать. А что-то есть. Вот встал даже больше. Пресвятое. И стопоконно. И ты увидишь. В этом что-то есть. Я увидел звезду. И. Уже сердце. Качается. Луна. Что за этим. Что. В прорыве между тучей бы увидел. Или хороший день. Я этого не знаю. У меня свои молящие. Помолился. Вот. Нас нету в храме. Кто-то будет интересоваться. А нас нету. Мы умрели. Будут интересоваться люди. Или не будут. И что они после нас возьмут в нашу счет. Что мы оставили. Вот. Я каждый день почти. Получаю звонки. Книги ищу. А может подыскиваются. Под видом книг. И что. Ну отвечаю после 10 октября. Я буду в городе. Не хочу. Не хочу. Электроны. Мне нужно. Бумажа в варианте. А что это мало уже. Если так. Взять. Кое-где уже меньше чем 50 экземпляров. А бывает 1-2. Так. Мы занимаемся своим делом. Ты ходишь на рыбалку. Поливай. А ты отдыхай эту рыбу в обед подашь. И никогда так не сольните. Если в фольге. То только запеченная рыба. Рыбой ничего больше. Ну можешь листьями обложить. Хреном там. Только и всего. Ни каши. Ни морковки. Ничего нету. Я хочу рыбу есть. А не каши перемешанные с костями. Это опасно. Даже в этом вопросе. Мы должны быть водоразумными. Я еще раз все про соль считал. С самого начала. Хлоистый натрий. Сколько натрия. Там 40%. Иногда одного натрия достаточно. И в Америке они его уменьшают. Допустим. 2,7 грамма. Грамма. Не килограмма. Нужно довести хотя бы до двух. И почти 150 тысяч человек уже не было. Подсчет. Вчера мне материал сбросил роман. О том, что много людей уже верят, что земля плоская. Я посмотрел. Ну что. Ну плоская, плоская. Мне еще думать. Плоская даже лучше. Мы никогда не ответим, почему здесь день, а там ночь. Двенадцать. Они говорят. Где солнце в зиму? Если плоская, то стол. Лампочка видать. Хоть на какой конец она будет видать. Ну ровно. Идеально. Солнце. 125 миллионов километров от земли. Они говорят. Семь тысяч. Кто считал? На основании чего? Семь тысяч. А как тогда высчитывать из отмения Луны? Если ты изменишь расстояние, то из отмения ты никогда не узнаешь. То есть смех. То есть специально пишут. Больше. А там никого нет. По епископу нашей Вестихи. Там один делал отчет. Говорит. А в общем то другое. Он приехал. Никого нет. Один человек. Печатает на машинке. Ни в общем ничего нет. Так и это. До края земли дошел. Нет. А дальше надо наворачивать. Все ложь. Космос. Это ложь. Не было. Я думаю. Вот на Балкай. Вполне ровная поверхность. Шесть с половиной километров видать. Лежащие на полу. На льду. А четыре девятьсот уже не видать. Куда она делась? Ну если я на стул стану, то буду видеть. Ну понятно, что в другом взгляде идет. А идеально ровная. Там нету ветров таких. И она застывает. Идеально ровная. Нам девять километров. И на все стороны одинаково. Куда они появились. И с каждой стороны четыре пятьсот допустим. И все. Уже не видать. При росте человека метр семьдесят. Вот. Я. Может быть. Мне это шестьдесят. Не важно. Так. Ну нравится так. Я на эту тему не разговариваю. Он мне подбрасывает этот материал. Я посмотрел. И все. И доказательств еще там какой-то стоит. Просто расшаркивается. Еще нету. Доказательств никаких нету. Только отрицали. В космос никто не летал. Спутники. Речь идет о тысячах спутников. Спутников нету. Ну точно так же говорили. Вот. На расстоянии нельзя разговаривать. Ну и прочее. Ну все. Стояние. Стояние. Бери кое с собой. Уже достаточно. Уже достаточно. Уже бани. Уже бани.